Луговская школа готовится встретить учеников. На какой стадии находятся ремонтные работы, узнаем из репортажа Никиты Панина. Луговская школа – это один из тех объектов нашего города, к которым сегодня приковано самое пристальное внимание. Со стороны жителей, особенно луговчан, со стороны городских властей и главы города в частности, а также со стороны правительства Московской области. Ведь ремонт школы производится на условиях софинансирования в рамках госпрограммы образования Подмосковья. И на данный момент вплотную приближается к своему завершению. Мы завершили на 100% кровлю, мы завершили на 98%, на 99% даже фасадную работу. На 60% у нас сделано благоустройство. Это опять же связано с тем, что нам надо постелить асфальтный настил и брусчатку, установить какие-то считанные метры поребрика. Благоустройство территории школы сейчас один из приоритетных процессов. И несмотря на то, что работы еще много, необходимо оборудовать спортивную площадку, пожарный объезд вокруг школы, вложить асфальт и брусчатку, поставить скамейки и урны, установить опоры освещения. Строители уверены, все будет выполнено в срок. Параллельно идут работы и внутри здания. Это финишная отделка стены потолков, покрасочные и слаботочные работы, установка розеток и выключателей. Более масштабных преобразований сейчас требует, пожалуй, только спортзал. Здесь вскоре уложат напольное покрытие и завершат отделку стен. Об этом представители подрядной организации рассказали главе города Евгению Смышляеву, побывавшему в школе 4 октября. В ходе общения была определена и дата окончания работ. Планируется, что в обновленной школе дети смогут учиться уже в начале второй четверти. Мы должны до конца октября все работы завершить, поэтому сегодня определили тот фронт работ, который еще остался. Это уличные работы. Мы сегодня посмотрели инженерные системы, как сделаны. Ну а самое главное, конечно, осталось это внутренние работы отделочные. Прокладка сети в основном завершена. Сейчас закрываются потолки, где-то еще доделываются стены. В основном остаются такие вот много завершающих работ, но которые, тем не менее, требуют времени достаточно большого. Поэтому задача к концу октября нам капитальный ремонт Луговской школы завершить. Пока идем в плане, поэтому я очень надеюсь, что со второй четверти все дети пойдут уже в полностью отремонтированное здание школы. Чтобы учебный процесс был максимально эффективным и удобным как для ребят, так и для их педагогов, каждая стадия ремонта сопровождалась согласованием множества деталей с руководством учебного заведения. С нами согласовывалась цветовая гамма панелей первого, второго и третьего этажей. С нами согласовывалось размещение электророзеток, слаботочки. Согласовывались цветовые гаммы дверных проемов, дверей. И еще это, наверное, больше касается обслуживания, функционирования школы. Это освещение, периметральное освещение вокруг школы, которое тоже мы согласовали и немножечко изменили. Работы проводятся качественно, нареканий к подрядчику нет абсолютно никаких. Мы работаем в тесной связке, в сотрудничестве. И хорошо, что получается хороший результат. Пока хорошие результаты ремонта с улыбкой и удивлением встречают жители микрорайона, проходящие мимо строительной площадки. Но уже совсем скоро обновленная школа встретит своих учеников. Новыми просторными коридорами, светлыми классами, ярким и современным оформлением. Кстати, холлы учебного заведения еще до завершения ремонта планируют расписать. Среди возможных вариантов карта Московской области, символические для Лобня объекты, известные герои и персонажи. Сейчас стилистика и формат изображений находятся на стадии обсуждения. Никита Панин, Денис Рокин, телекомпания Лобня.